Всем привет дорогие друзья! С вами сегодня Светлана Гаспорович и добро пожаловать на мой канал Дом Творчества. Все кто не подписался на мой творческий канал, обязательно подпишитесь и вы будете получать мои видео и мастер-классы самыми первыми. А для этого не забудьте нажать на колокольчик. Сегодня сложно найти человека без мобильного телефона и возможно вам захочется иметь эксклюзивный чехол. Не такой как у всех. Именно этим сегодня мы и займемся. И сошьем чехол для телефона своими руками. А для этого нам понадобится джинс размером 15,5х20 см, две детали. Также эти детали мы с вами продублируем и возьмем уплотнитель. На клеевой основе он выглядит как синтепончик. То есть с одной стороны клеевая основа, а со второй стороны синтепончик. Выкроила его я, как видите, на 5 мм меньше, чем основная деталь выкроенная из джинса. Также нам понадобится внутренняя часть нашего чехла. Она будет размером 22х20 см и складывается пополам. Возьмем еще рюшу. Эта рюша будет настрачиваться у нас на край наших кармашков. Лента. Она нам понадобится для того, чтобы мы сделали петельку для нашего чехла, которая будет держать наш телефончик и не даст ему выскочить с нашего кармашка. Эта петелька будет застегиваться на пуговичку. И еще мы возьмем шнур, который будет закрывать наш чехол. И крепится он будет на пуговичке. Так, ну и прежде чем приступить к работе, нам нужно продублировать наши детали. Берем наш уплотнитель. Его вы, кстати, очень редко можете встретить, но он очень хорош для пошива сумок, чехлов. Так, дублируем и также дублируем нашу внутреннюю часть чехла. Продублировав детали, на внешние детали нашего чехла мы наносим отделочную тесьму. Берем булавочки. Булавочки у меня, кстати, хранятся вот в такой игольнице. Я ее сшила, у меня есть мастер-класс. Кому интересна и нужна такая игольница, заходите, смотрите, обучайтесь и делайте. Ну и обязательно поставьте лайк. И напишите комментарий, получилась ли у вас такая игольница. Игольница сделана без нитки и иголки. Так, когда мы настрочили нашу тесьму, нам нужно сделать петельку. Петельку мы делаем из ленты. Тут можно использовать любую ленту. Конечно, лучше взять такую прочную, потому что она будет постоянно у нас использоваться. Как ее складывать? Вот вы видите. Переворачиваем нашу ленту, то есть лицом к лицу и настрачиваем ее на расстоянии 5 сантиметров от края. Кантик мы тоже будем настрачивать. Длина кантика у нас 12 сантиметров. Лента, кстати, была длиной 19 сантиметров у меня. И настрачиваем кант, у нас настрачивается на расстоянии 7 с половиной сантиметра от края. Все отлично. Теперь мы берем внутреннюю часть нашего чехла, складываем ее пополам и настрачиваем на нее наше кружево. Когда мы это сделаем, данную деталь, внутреннюю часть, нам нужно будет настрачить на внутреннюю часть из джинса. Делим расстояние пополам, то есть 20 сантиметров делим пополам и прикладываем отделочную строчку. Вот такие вот кармашки должны у нас получиться. Здесь у нас будет храниться наш телефончик. И после этого, когда две детали у нас уже готовы, они отделаны, собраны, мы их стачиваем. Складываем лицом к лицу и когда будем стачивать, не забудьте оставить отверстие, чтобы мы могли вывернуть наш чехол. После того, как мы стачали, нам нужно обрезать припуски на уголках. Это нужно для того, чтобы у нас были красивой формы уголочки, остренькие. Обрезаем припуски и сам уголочек высекаем. И выворачиваем наше изделие. Остается у нас отверстие, мы зашиваем его потайным шутом. Если вдруг будет непонятно, как это делать, вы можете посмотреть один из моих мастер-классов, там, где мы шили мешутку. Я подробно показываю, как это делается. Так что заходите, смотрите. Ну и ставьте лайки. А наш чехол с вами готов. Осталось только пришить пуговицу. Для этого лучше, конечно, вставьте телефончик, чехольчик, чтобы наметить точное расположение нашей пуговицы. Сюда я пришила пуговицу уже без ножки, потому что две пуговицы на ножке, они будут нам создавать дополнительную толщину. Это будет очень удобно. Замечаем расположение пуговицы и пришиваем. Вот замечательный наш чехол готов. Теперь мы можем пользоваться этим чехлом с удовольствием. Второй кармашечек можно положить спокойно и наушники, можно положить кредитные карты, да все что угодно. Денежки. Пишите их для своих деток, чтобы они берегли свои телефоны, не разбивали их, потому что наш чехол будет защищать его. Также этот чехол будет отличным подарком. Если вам понравился данный мастер-класс, ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. И до новой встречи. С вами была Светлана Коскорович. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok